Ты видишь, если наносишь его, давить или слегка давить. Так, пробуем. Это какой-то старый вариант. Это серый. Так, друзья, ну что, видишь, во время пробуем красить фасад. Что у нас для этого есть? На пробу заказали две баночки, одну темную, одну светлую. И также есть еще белая, у нас треть цвета. Ну сейчас все покажем поэтапно. И также взяли на пробу кисточку, валик вот такой и ванночку. Это чисто попробовать, чтобы узнать такие нам тона надо. Или чуть темнее, или светлее. И мы ему даем номер. И нам, ну, подстанить как надо и уже общий объем отправить. Пробуем. Все, короче. Да. Все ведро тебе надо, чтобы мы замерлили сколько. Так, сначала пошел. Ой-ой-ой, я уже вижу. Я уже вижу. Так, таблетка нужна. Не спеши. Да. Не спеши. Не спеши. Можно чуть большим. Чуть большим. Потом мы будем, это же проба. Да, да. Нам только две баночки прислали на пробу. И мы же из-за этого как бы по черной высчитаем сейчас и Рустам вскрыли. И мы рулеткой замерим на сколько нам хватает одного килограмма краски. И умножим на 200 квадратов наших, вернее 180, ну грубо говоря 200. И посчитаем сколько нам надо черной. И подвалик сколько нам надо светлейший. Ну а белый мы уже купили полностью. Вдро здоровья стоит на откосы и на выборочные карпачинки. Ну подивитесь. Воно у нас то, мы вскрыли. Минут сорок пидожде высохнет. Потом другий шар пидожде высохнет. Потом третий. По такому уровню, я думаю, быстрее высохнет. Да. Ну у вас все будет быстро. У нас все будет рывками. Животна вот эта вот дает ей что-то понятенную красоту. Видишь? Да, да, да. Типа как текстура какая-то. Короче старая там. Релье. Да, как релье. Иначе с бытовкой, с кирпич бытовка. Друзьяки, смотрите, это короче вот так выходит. Да таки мы начали не на солнце, а типа в тени, чтобы видно было. Ну а на солнце завтра уже побачим. Чтобы быстрее все не высохло. Ну да. Да, мокровица можно большим спокойнее. Не, здоровый в здоровом ведре. А как? Он быстрее. Сейчас он равномерно ложится краска. Да. И кстати я вам покажу, как поменялось после грунтовки. Русик все прогрунтовал. Как стало однотонный сам фасад. Вот, смотрите, получается. До фронтона. Полностью до фронтона. Пойди покажи Руссамбо. Тут микрофон оперативка работает. Вон видно линию. До стропилы и до фронтона. Все потеряло в один тонн справа. Да. А там получается нет грунтовки. А так все стало однотонным. И почистили полностью. Почистили весь карпив. Все. Йожиков нет. Ничего нет. Вот так. Чистить очень тяжело. Наждачка крупная. Да. Как железо. Просто сколько? У нас метров пять. Наждачный бумаг. Что самое крупное. Да. Ну и видите, как уже руками. Теперь прямо приятная на руках. Вот же, видите, он пообирал. Вон видно даже вот. Вот. Ну все повыравнивало. Да. Ну не выравнивало. Это специально так задумано. Не. Ну что никак. Вот так вот. А так хорошо. Видите, как бомба вышла. Вот. Прямо руками приятно ее трогать. Просто сухо. Ну да. Макова. 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 Ну короче начинает внизу становиться матовым. Макова. Ну вообще отлично. И темнее. Руфик, что ты начал замечать? Расскажи. Ну когда подсыхает видно, где не прикрашено. Проявляется. Если пропуски есть, да? Да. Да. То есть надо не спешить. Пропуски светлеют. Краска темнеет. Просто надо чуть снимать и да и что. Надо жирно. Мы сейчас экономим. Надо пожирно. Вот так и надо. Не надо жирно. Жирно не надо. Руфик. Не. Жирно нанес и размазывает. Руфик. Показывай сколько у нас осталось. Краски. Вот. Мерили. Получается грубо говоря 4 квадратных метра. Одна литровая ведерочка 4 квадратных метра. Цвет выходит. Я не знаю видео так передает или нет. Ну цвет просто шикарный. В тени не знаю как на солнце будет, но в тени бомбезный. Да. Я думаю на солнце тоже смотрелось. Ну завтра глянем з утра, да? Да. И сейчас будем дальше робить и побачите результат, який будет, весь фасад, який будет. Так, пробуем кирпичики выделять, а шов чтоб оставался темным. Смотрите как красота. Пробуем. Я боюсь жирновато будет. Нормально будет. Давай я буду страховаться. Я чуть-чуть уберу. Я чуть-чуть уберу. Ну не попить все так. Ну возможно. Попробуем. Я. Ну что, поехали. Весь чуть-чуть надо. Весь и было бы тогда. Это серый нам надо, да? Да. Давить или слегка? Давай. Она белая кажется пока. Ну да. Может чуть-чуть темнее надо, да? Ну я имею ввиду. Ну пусть давай посохнет. Мы проверим. И так будем. Мне кажется, в любом свете будет красота. Ну знаете, как красиво выходы, да? Да вы. Вот так даже красиво, да? Да. Даже вот так можно носить. Да я пусть. Мне надо бояться. Вот. Структура проявляет. Может в Ахмат и валик надо, Русик. Вот так? Русик кажется так и оставлять. А чего? Да? И не надо ничего такого хозить еще с третьим цветом. А, с третьим цветом надо. Надо. Белый цвет совсем надо. Вот там, вот там где-то. Такови или так белые? Нет, это не белый. Это серый. Сейчас он высохнет. Посмотри по себе как высохнет. Да. А так и... Жирнее накладывай, Рустам. Не бойся. Наливай, Рустам. Скажите, как вам варианты? Какие лучше? Что нам темнейше или светлеше? Да? Не, не знаю, как хорошо звучит. Мне кажется чуть-чуть темнее было бы сутки. Сейчас он высохнет. Он сейчас вообще выглядит. Если надо темнейше, я скажу темнейше. Не гранит тридцать, а мы... Высох не подивимся. Какой там гранит? Тридцать, да? Тридцать. Тридцать. Ну, сделаем двадцатый или двадцать пятый. Да при чем мы, Стас? Тебе главное, чтобы нравилось. Не, ну мы ж... Я бы себе вот так вот бомбал. Ты знаешь, я себе тоже. Оставил бы вот так. На Русик, познимай. Еще третий цвет? Короче, тут опять же три варианта. Русик каже, он бы оставил вот так. И мне так начинает нравиться. А мы хотели, по идее, вначале сейчас темнейше, чтобы был, а потом еще белым сделать какой деток выборочной кирпичинки. Ну, красота. А мне вот так нравится. И мне надо третий цвет. Рустам, а зачем третий? Ну, и так вы видите. Отлично, одинарно-одинарно, я имею ввиду. Не, не надо, не, не надо. Мы-то только светлее и сделаем. Вот так, все. А тебе вообще, наверное, ведротико надо, да? Он больше ляжет, краска, структура, половина пропадет. Артем, ты ж тоже дивишься, может, ты еще посоветуешься, Артем, что мешает нам краску отправлять в Днепропетровске. Подивися, тоже скажешь свое мнение. У меня пришел третий цвет на пару. Куда его? Вон он будет тогда светлый тут. Вот как оно выглядит без краски. Ничего не понятно, не красиво. А вот с краской. Надо, чтобы Вика глянула, да? Да. Ага. Не ворса, а это, как он сказал, называется. Самый мелкий, вот этот. Да, самый маленький. Ну, ты бы так оставил, Рус? Да, да. Однозначно лайк. А ну попробуй, а так жирнейше ты, просто. А вот. Видишь, вот этот цветок. Ну, я боюсь, сейчас вообще побелее. На. Ну, сам спорь, я не хочу ходить. Вот ты что? Нет, видишь, структура пропала. Вот она, видишь? Она не пропадает. Пропала. Она слишком, ну, серая. Что-то. Не делай, не уменьшай структуру. Вот смотри, как смотрится здесь и тут. А вот, а как вам идея вот такая вот, как папа говорит? Ну, там частично. Третий цвет не добавляйте. Частично просто более жирнее делает кирпичи. Ну, вот, как вы, тут-то. Вот тут-то жирнейше, тут-то жирнейше. Да, только не переходить на несколько кирпичей. Будет ноляпасто. Вот так вот идем, вот это самое такое. Середина, понимаете? Ни туда, ни сюда. Идеальный вариант. Жирно не надо, наверное. Он подсыхает, и что красивее и красивее становится. Ты видишь, если наносишь, вот структура здесь в этой кирпичи пропала вообще. Нет ничего. Белого не дуже понравилось. Я такого мечтаю. Это я. Мы, короче, чуть-чуть затемнили краску верхнюю, и ось она трошки сирейшая. Но это еще не финал. Сейчас мы сделаем типа, как мы хотели, третий цвет. А сейчас мы еще добавим третий цвет и скажете, какой лучше? А цей вариант? Или а цей вариант? Или с третьим цветом? Ну, мне кажется, это более серьезная. Более строгая. Более строгая, да. А это таки вековой. Тут швы не сливаются. А тут швы слываются, да? Да, да, да. Из-за контраста. Контраст слишком большой. И тут надо давить сильнее. А ну давай. Тут не боясь надо. Да. Вот. Покрасить на ожири уже. Сейчас Таз принесет еще белый красок. Да. И попробуй. Просто чуть-чуть. Как мы и хотели. И вы скажете, уже точно, это уже все другое не будет. Или такое, или такое. Вы скажете, яке. Так и будем делать. Сейчас добавляем третий. Вот. Открываем. На. Чуть-чуть вазни. Та чуть-чуть там не надо сидеть. На этом. Та больше мокни. О. Так. Тепер пробуем, как мы хотели с самого начала. Добавляем третий. Показывай, какой. От цей. Легенько. Вот так. Вот так. Вот так и все. Маленьким валиком. Тепер оттуда. Тепер оттуда. Ося. Тепер оттуда. Ося. Избирает. Конечно наложи. Да. Это же пробный вариант. Вот. Нашел сейчас захожу этим. Боюсь по этому. А. Ну а так, как лучше? Раз или другая серия? Другая, да? Ну может без белого, да? Это ж пробный вариант. Не, не надо наляпись. Не надо. Ныщи, ныщи, еще ныщи. Да, реже сделай. Да, вот так. Это какой-то старый вариант. Просто надо щёточку... Не, нормально, но этот... Мне не то. Не, непогано. Вот это то, что мы хотели. Но мне не понравилось. Тебе не понравилось то, что мы щётку и красим. Если мы... А тут 4 мы видим, а хотя бы красим 20. Видишь? Вот тут мы 4 цвета. У меня уже глаза, я уже не понимаю, где лучше, где хуже. Предлагайте, скажите вы на свежий взгляд. Ну что, друзьяки, как я и обещал, другая часть. Вчера мы гепнули 2 тонны пшеницы. Чисто пшеница, хотя грязная, с камнями. Чтобы быстрее её всю забрать. А сегодня уже на второй день. Хочу показать вам макухи, сколько берем. Макуха чёрная, соняшниковая. И не много соевых макух. Ну, соевых получается 2 мешка. Килограмм, наверное, 80 соевых. Бо у меня там осталось ещё на тонну старт зробить поросята. Ну, то есть и всё. А те же все здоровые, что им, какая разница. Так. Итого, что мы делаем. Тут, чтобы пили не было. Максимум. Ну, тут сама же дробленка. Просто я нею и придавливаю, чтобы не пилило. Бо так, вообще, как дробишь. Ну, вы же видите, я запускаю дробилку. Дроблю, дроблю. Кто перед этим дивился. Пили вообще нет. Ну, от слова, вообще нет. Может, что у меня ворот тут нет. Ну, короче, пили нет. Не пильные. Что я делаю? Бывает такое, что чёрная макуха, где-то этот лепесток, вот такой здоровый, вот такой вот застрянет там на входе в дробилку. Вот я палочкой толкаю, и она пробивается. Ну, это бывает не так часто. По-своей не забывается, забывается в трубе, если очень постоянно брать. Так, это пищалет. Сейчас. Снимаем сам наконечник. Вот, бачите, магнит налып камнями. Вот это я потом магнит убираю, и камни тоже очищаю. И там магнит. Ну, там не так уже налипаю. Плюс камни улавливатели. Плюс мы еще отсииваем самим своим ситом. То есть, много камней. Ну, уже трое осталось. Еще на одну партию 2 тонны. И все. И все. Больше таке куплять не будем. И другим миллион раз скажу, не берите таке и не связывайтесь. Мудохни сколько. Тут и такая линя, грубо говоря, вставил и ждешь, просто контролируешь, следишь за процессом. И все. А это мудохняв, представьте, перевопатить. Ну, ничего. Уже заканчивается. Так что, что есть, то есть. А что сделаешь? И, ну, это таки дело. Так, все. Что первое будем? Макуху или сою? Давай сою, да? Это у нас пойдет. Давай сою, да. Так же, кто у кого такая линия. Дуже кажут, что бьет током. Не бьет. Она током, бьет током. Чуть-чуть так дзибает. Коли дробишь сою в макуху. Все. Все остальное. Никого даже не было повода. Ну, не было даже. Мы сделали заземление. Да. Нет. Заземление у нас есть. Все есть, да. Плюс вот диковушки. Заземление идет на смешивание. То есть все воно заземление. Все как полагается. Током чуть-чуть дзибает по ногам, как сою. Ну, от тертя. Погнали. Я буду дробить, а ты так мне показывай. И потом на весах, как столько воно. Погнали. 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 Я快 baixo. Вот такой шволл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Так, тепер переходим на Соняшникову Макуху Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok